Резидуальная опухоль 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 нижней половины, аорты, почечных сосудов, мочеточников и нервных структур. И третье – это резекция самих лимфатических тканей, резидуальных образований забрюшинного пространства. Итак, доступ. Впервые трансавдоминальная забрюшинная лимфатомия была описана в 1977 году. Тем не менее, сейчас подавляющее большинство специалистов не используют серединенную лимфатомию, а чаще используют доступ в шеврон, который, в общем-то, обеспечивает хорошую визуализацию именно области почечных сосудов. Что касается других вариантов, существует трансавдоминальный доступ и существует также техника экстраперитериальная, открытой забрюшинной лимфатомии. Надо сказать, что для меня, честно говоря, по мере изучения литературы, было в какой-то степени открытием, что, по мнению специалистов, которые используют этот доступ, он отнюдь не уступает обычному трансавдоминальному доступу. То есть практически создается, не вскрывая брюшину, создается забрюшинное пространство, и за счет смещения как таковой органов брюшной полости вместе с брюшиной осуществляется сначала с одной стороны забрюшинная лимфатомия, и затем уже с другой стороны, также за счет смещения органов брюшной полости, выполняется забрюшинная лимфатомия с другой стороны. При этом надо отметить, что по данному литературе даже большие образования, одно из сообщений, которое говорит о том, что при объеме резидуальной опухоли более 10 сантиметров выполнена двусторонняя операция, даже с элементами нервосберегающей операции, что позволило у тех пациентов, у которых она выполнялась, в 96% сохранить антеградную регуляцию. И не было зарегистрировано ни одного случая кишечной непроходимости, и средняя продолжительность госпитализации была всего 3 дня. Еще одно сообщение, которое опубликовано на Американской геологической ассоциации, также показывает, что практически экстраперитениальная забрюшинная лимфодиссекция имела место, большое количество лимфатических узлов было удалено, около 35-32 лимфоузлов, также техника нервосохранения была сделана. То есть этот доступ, в общем-то, действительно имеет место, и, в общем-то, к нему надо отнестись с таким же интересом, как и трансавдоминальному доступу. Говоря о границах лимфодиссекции, о них уже сегодня говорилось. Это сверху почечные сосуды, латеральные мочеточники, и снизу это бифуркация поздошных сосудов. Говоря о самой технике, на сегодняшний день технику лимфодиссекции описывается как сплит-энд-ролл. То есть рекомендовано выделение магистральных сосудов на 12-ти числах условного циферблата, и уже после выделения на уровне почечных сосудов происходит движение вниз в сторону бифуркации, именно сначала по передней поверхности. В последующем идет смещение вот этих тканей резидуальных в сторону справа и слева, в сторону аорты. В это же время мобилизируются, лигируются поясничные артерии. И необходимо помнить, что по мере смещения в сторону бифуркации аорты мы встретимся с нижнебрежевочной артерией. И считается, что если есть возможность, то желательно ее сохранить целостность, если невозможно, то возможны ее пересечения. В случае некроза сигмовидной кишки отмечаются редко, но тем не менее, напомню, что они имеют место. Такая же техника сплит-эндролл происходит при выделении полной вены, а также на уровне 12 числов словно циферблата выделяется передняя стенка, после чего происходит смещение справа влево и вниз. При этом опять же пересекаются поясничные вены. Для того, чтобы избежать синдрома передней поясничной артерии, необходимо часть поясничных артерий в процессе выделения верхней части оставить, пытаться сохранить, если это возможно, для того, чтобы избежать именно так называемого синдрома. Необходимо помнить, что в 25% случаев выраженные резидуальные массы могут окружать и вовлекать в процесс другие жизненно важные органы, тем самым значительно увеличивая объем операции. Но в первую очередь, это, как уже говорили сегодня, в области сосудов левой почки чаще всего отмечаются более выраженные резидуальные массы, и поэтому частота нафрактомии, которая отмечается, сколебрется в пределах от 5 до 15%, чаще всего все-таки выполняется с левой стороны. При этом иногда наличие сосудистой бригады, либо трансплантологов позволяет участию больных выполнить пересадку почки в таз, тем самым сохранить нормальную почечную функцию, что, естественно, может сказаться на последующем в периоде жизни больного. Резекция и реконструкция нижней пола и вены в пределах 5-10%, при этом чаще всего отмечается инвазия в стенку, либо инвазия в сочетании с тромбом. Полностью облитерация имеет место в случае резекции, реконструкции в меньшей степени, тем не менее подчас приходится выполнять и резекцию, и перевязку нижней пола и вены. Тазовая лимфодисекция иногда подчас, вследствие увеличения лимфатических узлов за пределами в традиционно выделенной нами границе лимфодисекции приходится удалять увеличенные лимфоузлы. И здесь необходимо также отметить, что подчас само выделение резидуальных масс вот этих лимфоузлов нельзя выполнить в пределах самой капсулы, ибо капсула, бывает, интимно прорастает в стенку сосуда и подчас выделение происходит как бы по внутренней поверхности капсулы. Необходимо помнить, что такая лимфодисекция не должна выполняться, и необходимо убирать оставшиеся ткани капсулы лимфоузла. В противном случае это чаще всего приводит к рецидиву. Если говорить о резекции протезирования аорты, то, к счастью, частота не такая большая в пределах 1%, тем не менее она имеет место, и в этом плане либо должны быть хирурги, подготовленные для протезирования крупных магистральных сосудов, либо должны быть в бригаде сосудистых хирург, которые непосредственно и быстро выполнят этот этап операции. Говоря о яичковых венах, при простороннем процессе необходимо произвести удаление правой яичковой вены от начала от устья и каянчая внутренним кольцом пахового канала, полученный материал отправляется на гистологию отдельно. То же самое применимо для левой яичковой вены в случае наличия опухоли яичка слева. Надо сказать, что границы лимфодисекции при удалении из-за большинных остаточных масс также были модифицированы в свое время, и предпосылками это явилось то, что при проведении исследований после операционного материала было установлено, что частота метастазирования в нем узлы расположены выше почечных сосудов не показали наличие жизнеспособных опухолевых масс, поэтому верхняя граница была определена как почечные сосуды. Кроме того, данные исследования также показали, что основные центры метастазирования для правой яичка это инфраренальные аортоковальные лимфоузлы, для левого яичка это инфраренальные параортальные лимфоузлы, что явилось как бы предтечи создания модифицированных односторонних вариантов лимфодисекции. Какие же на сегодняшний день являются критериями выбора для того, чтобы выполнить модифицированную шаблонную одностороннюю лимфоденатомию? В первую очередь это размер опухоли меньше 5 см, расположение опухоли в пределах первичной зоны распространения на снимках до и после унифхимиотерапии, нормальные онкомаркеры после химиотерапии, а также низкая или средняя группа риска по данным классификации International Germ Cell Cancer Collaboration Group. Данные университета Индианы показали, что на сегодняшний день практически удаление удаления остаточных резидуальных масс по модифицированной односторонней технике и при стандартной билатеральной операции они сопоставимы. Так, например, при выполнении модифицированной операции у трех из ста пациентов, которые выполнены была модифицированная односторонняя операция, был только рецидив, причем вне границ полной билатеральной операции, и двухлетняя безрецидивная выживаемость при модифицированной Операция составила 95%. Какие же плюсы модифицированной сторонней операции на сегодняшний день мы ими отмечаем? Это, в первую очередь, ограничение области диссекции, уменьшение продолжительности операции и сохранение антеградной экуляции за счет того, что, с другой стороны, мы не повреждаем нервы. Минусы – это потенциально увеличивается риск рецидива и необходимость в последующем лечении, в том числе, одиеватной химиотерапии. В сравнении данные метаанализы, которые сравнивал шаблонную и двустороннюю операции, показал, что практически значимых различий между двумя этими техниками нет. Что четко отмечается, что при билатеральной операции частота антеградной экуляции практически была меньше, чем при модифицированной односторонней технике. Кроме того, необходимо сказать, что с целью сохранения антеградной экуляции необходимо сохранять постголенарные симпатические нервные узлы. И, в свою очередь, была предложена техника Дона Хьюи и Джевитом, которая позволяла выполнить проспективную идентификацию и сохранение симпатических нервных узлов. Данная техника чаще всего используется при первичных операциях, потому что нет такого рубцевания тканей. И практически можно спокойно выделить симпатический нервный пучок. И это, в свою очередь, позволяет сохранить антеградную экуляцию в более чем 90% случаев при первичной операции. При химиотерапии в этой группе пациентов лишь в 77% случаев им удалось сохранить антеградную экуляцию. В чем же смысл этой техники? Практически происходит выделение симпатических стволов как с правой, так и с левой стороны. Если справа, это практически позади нижней полой вены, слева, так сзади и латеральные аорты. После выделения симпатических стволов выделяются симпатические волокна, которые постепенно выделяются. И тем самым мы выходим на симпатическое сплетение, которое расположено практически ниже нижней мезонтериальной артерии. Поэтому, в принципе, и вот и чем объясняется, высокое сохранение антеградной экуляции у пациентов, в которой выполняется односторонняя лимфодиссекция. За счет того, что с другой стороны, практически эти симпатические стволы, постголенарные симпатические волокна не повреждаются. Необходимо отметить, что ретроградная экуляция на сегодняшний день не является неизбежным осложнением забрюшинной лимфодиссекции. И приблизительно у 20% пациентов может быть выполнена неразберегающая операция у пациентов, которым выполнялась химиотерапия, без компромисса со стороны радикальности самого поведения операции. Хотелось бы сказать, что на сегодняшний день оценка онкологических результатов выполнена была в метаанализе, который показал, что практически частота рецидивов как после двусторонней лимфодиссекции, так и односторонней модифицированной существенно не отличается. Хотелось бы еще перед заключением сказать, что достаточно большое число осложнений отмечается именно у пациентов, которые получили химиотерапию, качественная диванная химиотерапия, по сравнению с пациентами, которым лимфодиссекция выполняется первичной. Отмечается увеличение достоверного времени в операции самой, увеличивается объем кровопотери, при этом действительно частота антеградной экуляции значительно меньше пациентов, которым выполнена лимфодиссекция в качестве первичной операции, по сравнению с группой, которая выполнена после химиотерапии. Подводя это, хочется сказать, что забрешенная лимфодиссекция после химиотерапии должна проводиться в центрах с большим объемом подобных операций. Независимым фактором клинического успеха является полнота резекции и полнота операции в приоритете над сохранением экуляции. Могут потребоваться дополнительные манипуляции и резекции ближайших органов сосудов. И у всех пациентов, подвергающихся забрешенной лимфодиссекции после химиотерапии, должна быть выполнена двусторонняя шаблонная операция. Граница лимфодиссекции сверху почечные сосуды, латеральные мочеточники, снизу общие подвздошные сосуды. Модифицированная шаблонная операция может быть выполнена пациентам у пациентов с 2b стадии и расположение масс в первичной зоне диссеминации. Ограниченные данные свидетельствуют о повышенной частоте нетипичных рецидивов при использовании минимальных инвазивных методов лечения. Поэтому в настоящее время минимальная инвазивная операция и методы лечения не являются стандартным. А стандартным является открытая лимфодиссекция у этих пациентов. Благодарю за внимание. Продолжение следует...